Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! 15 января. Житие преподобного отца нашего Павла Сидейского. Когда преподобный Антоний жил со своими учениками в египетской пустыне, преподобно-великий Антоний, это первый учредитель монашеского жития, ему пришло однажды на мысль, что нет еще другого инока, который был бы так совершен, как он. Нет никого, кто поселился бы раньше его в пустыне и избрал бы столь уединенную жизнь. Он сам рассказывал впоследствии, что когда подумал так, то услышал в видении голос, который говорил, «Антоний, есть один раб Божий, который пришел сюда прежде тебя и который совершеннее, чем ты. И если хочешь, можешь найти его в отдаленной пустыне, так отступай к нему скорее, пока он не отошел ко Господу». Услышав это и придя в себя, старец тотчас взял свой посох и поспешил в пустыню, пламенно желая поскорее найти того, о ком ему было открыто. Был полдень, и стало так жарко, что от солнечного зноя раскалились даже камни. Старец изнемогал телом, но дух его был бодр, и он не думал возвращаться назад с предпринятого пути, хотя он и не знал, куда далее идти, но сохранял твердость и говорил, «Я верю, что Бог покажет мне, как обещал своего раба». Проходя по этой суровой, недоступной пустыне, царец не видел ничего, кроме следов зверей. Провыв в пути уже второй день и проведя вторую ночь в молитве, он не знал, куда направиться далее. На рассвете третьего дня он увидел вдруг волчицу, которая шла по краю горы и выла. Следуя за ней издалека, он подошел к пещере, в которой жил святой угодник Божий Павел. Пещера преподобного пал на горе Халзим. Прямую линию от горы Антония отстоит не более чем на четыре версты, но она отделена столь высокой и крутой стеной, что обход вокруг нее очень продолжительный, почему преподобному Антонию ей пришлось употребить на весь путь около двух дней. Старец пришел в радость при виде пещеры, но обитатель ее, заметив приближение Антония, запер дверь. Подойдя, старец постучал, но ответа не было, и он продолжал стоять снаружи и безуспешно стучать. Видя, что ему не отворяют двери, он упал на землю перед сходом в пещеру и молился до самого шестого часа, чтобы сподобиться ему войти внутрь и увидеть того, кого он отыскал с таким трудом. Святой говорил, «Отопри мне, раб Христов, отопри! Ведь ты знаешь, кто я, откуда и зачем пришел, ибо тебя открыл то Бог. Зная и сам, что не достоин видеть твое святое лицо, тем не менее не уйду отсюда, пока не увижу тебя. Не скрывай же себя, если тебя открыл мне Бог. Ты принимаешь с дверей, зачем же отвергаешь человека? Я нашел тебя после долгих поисков, и вот стучу, чтобы ты отпер мне. Если же ты не отопрешь, то я умру на твоем пороге, и ты похоронишь здесь труп мой». Многое другое говорил он ему со слезами и укорял его за суровость. Тогда угодник Божий отвечал ему изнутри пещеры и сказал, «Можно ли просить с угрозами или укорять со слезами?» «Ты удивляешься, что я не отпираю тебе. Это потому, что ты хвалишься, что пришел и умирать здесь». Такими словами Святой и Остер двери они обняли друг друга и облаблазались, называя один другого по имени, потому что каждому из них Бог открыл имя другого. Когда они сели, преподобный Антоний сказал, «Радуйся, Павел, избранный сосуд и огненный столб, житель этой пустыни». Святой Павел отвечал, «Хорошо, что ты пришел в Солнце, просвещающее всю вселенную, наставник спасаемых, уста Божие, поселивший пустыню, населивший и прогнавший из нее дьявола. Но зачем ты предпринял такой великий труд, идя ко мне, грешному, ничтожному человеку? Вот ты видишь перед собой дряхлого старца, беспорядочно покрытого сединами, видишь человека, готового обратиться в прах и тление. Но любовь не знает препятствий, и ты пришел, скажи же мне, прошу тебя, как живут теперь люди, в каком положении находится мир? Есть ли еще идолопоклонники, и вместе с тем не продолжается ли гонение на верующих? Своими молитвами, отвечал Антоний, мир находится в благополучии, гонения прекратились, и церковь пославляет истинного Бога. Но так как ты упомянула гонениях, то прошу тебя, расскажи мне ради Бога о себе и открой, по какой причине ты ушел из мира в эту далекую пустыню? Я родился в Сиваиде, начал свой рассказ Святой Павел, и у меня была сестра, которую родители еще при жизни своей выдали замуж. Будучи сами православными, они, дав мне светское образование, наставили меня и в истинных православной веры. Умирая, они разделили между нами свое богатое имение. По смерти их, муж моей сестры из Рихаинса задумал присвоить себе следующую мне часть имущества и вознамерился предать меня как христианина на мучения нечестивому князю, чтобы погубил меня таким образом завладеть моим наследством. Царем был тогда Декий с 249 по 251 год. Он преследовал всех христиан, и от страха перед измышляемыми им жестокими мучениями трепетала вся Сиваида. В то время был взят нечестивыми гонителями один христианский юноша. Его долго мучили, чтобы склонить к отречению от веры Христовой. Но напрасно. Наконец его привели в светущий душистый сад, и, положив навзничь на роскошную постель, привязали к ней мягкими веревками его руки и ноги. Когда все ушли из сада, попустили туда к юноше одну молодую девушку, чтобы она соблазнила ей его на грех. Бесстыдная девица обнимала и целовала юношу, всячески стараясь обольстить его. Что же сделал доблестный страдалец после того, как уже претерпел столько мучений? Видя себя в опасности, плацкого пресчения, он откусил язык зубами и выплюнул его в лицо блудницы. Страшной болью он поборол в себе страсть, оплевал кровью лицо и одежды развратницы. Сам же с помощью благодати Христовой устоял в чистоте. Другого юношу, оставшегося твердым в христианской вере, после многих мучений обнажили и вымазали все тело медом, поставили его со связанными в плечах руками на солнечный зной. Думали, что жалимый пчелами, осами и шершнями, он не стерпит и согласится на принесение идольской жертвы. Но мужественный страдалец, хотя все тело его было искусано и покрыто кровью до такой степени, что он утратил даже образ человеческий. Не отрекся, однако, от Христа. Видя все это, а также и все более возрастающую злобу мужа моей сестры, которые не могли укротить ни слезы сестры, ни родство, я оставил ему все и убежал в эту пустыню. С помощью Божией я постепенно дошел до этого места. Найдя эту пещеру с источником воды внутри ее, я понял, что сам Господь назначил мне здесь место обитания. Я поселился здесь и живу, питаясь финиками и изготовляя себе одежду из листьев. Когда святой рассказал это, вдруг прилетел ворон, держа в клюве хлеб, тихо положив перед ним хлеб. Он улетел и скрылся в воздухе. Видя изумление блаженного Антония, святой Павел сказал, это Господь многомилостивый, человеколюбивый, послал обед нам своим рабам. Вот уже шестьдесят лет я получаю пол хлеба. Но по случаю твоего прихода Христос Господь удвоил дар и прислал своим воинам целый хлеб. Взяв этот хлеб, великие угодники Божии стали просить друг друга благословить и преломить его, каждый поставляя другого выше себя по тесте. Святой Павел хотел почтить преподобного Антония как гостя. Преподобный же Антоний святого Павла как хозяина дома и старшего по возрасту. И долго они с любовью спорили между собой. Наконец Боженный Павел взял хлеб одного края, а другой вложил в руки преподобного Антонию. Слеп тот час же сам переломился посредине и каждый получил свою половину. Всего источника рабы Христовы ели и насытились. Потом они напились из этого источника, имевшего чистую и весьма приятную воду. По совершению благодарственной молитвы они снова сели и побеседовали и пробеседовали всю ночь до утра. С наступлением дня святой Павел сказал Авве Антонию, «Я давно, брат мой, знал, что ты обитаешь в этой пустыне и хотел бы, живя с тобой, вместе служить нашему владыке. Но так как пришло время моей кончины, которое я всегда ждал с радостью, желая разрешиться и быть со Христом, то Господь и послал тебя ко мне, чтобы ты схоронил мое смиренное тело и предал землю земле». Услышав это, Антоний воскликнул со слезами, «Не оставляй меня, Отец мой одного, но возьми меня с собою». «Тебе нужно не о себе заботиться», — отвечал святой Павел, «но о благе близнего. Если для тебя благо было бы в том, чтобы, освободившись от тягости плоти, последовать за агнцем на небеса, то польза прочей братьей требует, что ты их пока еще наставлял и укреплял их. Прошу тебя, сходи поскорее в свой монастырь и принеси подаренную тебе епископом Афанасием мантию, чтобы покрыть ею мое тело». Святой Павел просил об этом не потому, что нуждался в мантии. Он не заботился о том, могим или покрытым будет схоронено в земле его тленное тело, которое он одевал столько времени финиковыми листьями. Он хотел лишь того, чтобы его душа разлучилась с телом в безмолвии уединения. Поэтому он и отсылал от себя преподобного Антония в монастырь. Антоний был очень удивлен тем, что услышал об Афанасе и о мантии. Видев Павле как бы самого Христа и почитая пребывающего в нем Бога, он не осмелился более возражать ему. Долго молча и со слезами он целовал его очи и руки, и потом поспешил исполнить приказание. Против своего желания отправился в монастырь, изнемогая телом, но духом побеждая немощи своей старости. Когда он подходил к своей келле, два ученика встретили его и спросили «Где ты пробыл столько времени, отец наш?» «Горе мне, дети мои!» – отвечал Антоний. «Горе мне, грешному, мнимому иноку!» «Сам я только называюсь иноком, но видел того, кто поистине есть Илья и Иоанн в пустыне. Я поистине видел Павла в раю». Ученики хотели услышать об этом подробнее и стали просить его, чтобы он рассказал. Антоний же, закрывая уста рукой, сказал «Для всякой вещи есть время, время говорить и время молчать». И захватив с собой мантию, нисколько не отдохнув, не взяв с собой даже пищи на дорогу, он вышел и снова поспешно отправился в пустыню, чтобы застать еще в живых святого Павла, ибо боялся, как бы в случае замедления тот не умер без него. На другой день, часу в третьем, находясь в пути, Ава Антоний увидел в воздухе чины ангелов и сапоры пророков и апостолов, а посреди их души святого Павла, которая, блистая более чем солнце, восходила на небо. Святой Антоний упал на землю, посыпал свою голову песком и с рыданием воскресал «Зачем ты, Павел, оставил меня? Зачем уходишь без последнего целования? — Так долго я не знал тебя, и так скоро, когда узнал, ты оставляешь меня!» Впоследствии блаженный Антоний рассказывал, что прошел потом остальную часть пути с такой скоростью, как будто бы летел на крыльях по воздуху, так что от быстрой ходьбы даже не чувствовал земли под своими ногами. Скоро он достиг пещеры, войдя в нее увидел святого, стоящего на коленах, простертыми вверх руками и вверх же обращался с черным лицом. Думая, что он жив и молится, встал вместе с ним на молитву и Антоний. Прошел час, и так как от святого Павла не было слышно ни слов, ни вздохов молитвенных, блаженный Антоний подошел к нему и ближе. И увидев, что он уже мертв, понял, что тело святого мужа и по смерти воздает поклонение Богу, перед лицом которого все живо. Долго он плакал и рыдал, целуя святое тело преподобного. Потом обвил его принесенные с собой мантией и по христианскому обычаю начал петь употребляемые при погребении псалмы. Но он не мог придумать, как ему совершить погребение святое, так как не принес с собой заступа, чтобы вырыть могилу. «Возвращаться ли в монастырь за орудием?» – размышлял он. «Но туда триднея пути. Здесь ли оставаться? Но без заступа я не могу сделать ничего. Останусь я лучше здесь и умру, как должно, испустив последнее дыхание близ твоего Христе воина». Когда он думал об этом, вдруг из глубины пустыни приходят два льва, рыкая и как бы плача о потере святого. Антоний сначала несколько испугался. Но потом, когда увидел, что кроткие, подобно агнцам звери, лежат у тела святого и жалостно рыкают, точно плачут, удивился кротости этих зверей. Они же начали когтями своими рыть земли, выкопав ему значительной глубины яму. Снова припали к телу святого с сильным рыканьем, как бы прощаясь с ним. Потом, подойдя к преподобному Антонию, стали лизать руки и ноги его, как бы прося благословения и молитвы. Преподобный, видя, что и звери преклоняются перед Богом, славил Христа и говорил, Господи, без Твоей воли не падает на землю ни лист дерева и ни одна птица. Дай, как ты знаешь, благословение свое этим зверям. Потом, указывая рукой на пустыню, он велел зверям уйти туда. Когда они скрылись, Авва Антоний похоронил честное тело святого и преподобного отца Павла, первого пустыно-жителя, скончавшегося 113 лет от роду. Павел Сивейский скончался в 341 году. Всю следующую за погребением ночь преподобный Антоний провел над могилой святого в слезах и молитвах, и с наступлением же утра отправился обратно в свой монастырь, захватив с собой сплетенную из финиковых листьев одежду святого. Придя в свою обитель, он подробно рассказал о всем своим ученикам в назидании их. Одежду же святого Павла он берег и чтил настолько, что надевал ее только два раза в год, в праздник Святой Пасхи и Пятидесятники. Святыми молитвами преподобных отцов Павла и Антония, да сподобит нас жребие своих угодников Христос Господь наш. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok